Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Сегодня у нас очередной влог. Я сейчас проснулась без макияжа, но успела уже для вас снять одно бумажное видео. И сейчас я пойду мыть голову и собираться. Сегодня мы с мамочкой должны пройти по магазинам и купить мне пальтишко, потому что везде скидки, у меня нету верхней одежды и почему бы не взять какое-то классное пальто. Часто в комментариях вы меня спрашиваете, как же я ухаживаю за волосами и как я отрастила такую длину волос. Все очень просто. Я не делаю ничего сверхъестественного. Мою голову обычным шампунем. Почти никогда не делаю особо никаких масок. Просто не подстригаю кончики. Они у меня растут длинными. И время от времени я на кончики наношу масло от понтин. И вот так вот я отрастила такую длину. Ничего особенного. Теперь будем делать макияж. Надо выбрать средство, с которым я буду делать мейк. Не обращайте внимания на мой бардак. Это просто стиль жизни. У меня сегодня настроение сделать что-то яркое, поэтому я беру палетку от Revolution Dragon's Heart. Бронзер от Bourjois. Он очень сладко пахнет шоколадкой. Мне очень нравится этот тон от Bourjois. Но, к сожалению, он очень желтый для меня. Поэтому я его буду разбавлять вот таким от Max Factor. Он совсем светлый, а этот совсем темный. А вместе получается то, что надо. Супер дешевая палетка от Belle. Здесь просто этот темный оттенок идеально подходит для моих бровей. А два светлых идеальны для растушевки. Помаду я, пожалуй, возьму вот эту от Golden Rose. Она у меня уже больше года, и я только делала сводчи с ней. А из этой палетки от NYX нам понадобится хайлайтер и пудра. И еще вот этот прекрасный ободочек для макияжа. Как классно, что в этой влоговой камере сразу можно подключить микрофон. Ну все, мы готовы для макияжа. У меня что-то сегодня прям язык так заплетается. Я еще это заметила, когда снимала для вас бумажное видео. В общем, берем два вот этих тона, смешиваем и наносим на лицо. Иногда я ничего не делаю. Целый день просто дурака валяю вот на самом деле. А иногда бывает за день, например, я могу снять пять видео, смонтировать их, выложить. И потом под вечер я такая уставшая. И вот сегодня как раз-таки у меня такой день, когда у меня очень много дел. Вот, и при этом язык как-то заплетается. Вечно тональные все всегда мне темные. На кого их делают, непонятно. От Bourjois это самый светлый оттенок. И он мне темный. Еще плюс окисляется на лице. От Catrice мне очень нравился тон. Его тоже самый светлый, для меня темный. В конце я просто заказала себе разбавитель. Или как он правильно называется? Adjuster. Нет-нет, как-то он называется. В общем, от Revolution заказала себе такие капли высветляющие. Брала тот тон, который мне нравится. И потом высветляла им. И по стечению обстоятельств. Айка, конечно, уронила эти капли. Потом я решила просто купить себе тон очень светлого оттенка и просто им разбавлять. Но иногда я промахиваюсь и разбавляю в очень неправильных пропорциях. И лицо получается опять желтым. Я, оказывается, ошибалась. И у меня до второй вакцинации еще есть месяц. То есть полгода проходит 22 февраля с момента второй моей вакцинации. И плюс еще государство дает один месяц времени, чтобы я успела вакцинироваться. Делать третью вакцину или нет, я даже не знаю. Просто некоторые говорят, что она плохо действует на организм. Поэтому даже не знаю. Если будет много ограничений, то придется, конечно, делать. Но так как я сейчас уже не работаю и в бизнес-центр мне не нужно. Поэтому, может быть, даже не буду делать. А скоро лето. Можно просто посидеть на свежем воздухе в ресторанах на верандах. Берем пудру от NYX. В Европе эти все ограничения уже сняли. Типа это экономически невыгодно. Кто умрет, умрет. Кто останется, тот останется. Я просто боюсь, что мы сейчас, например, сделаем вакцину. А потом через полгода нам скажут четвертую дозу. А потом пятую дозу. И мы как наркоманы будем. Ну, в принципе, от двух доз мне плохо не стало. И я вроде как не болела короной. Хотя, может, я ошибаюсь. Я просто не почувствовала этот период. Обожаю этот бронзер от Bourjois. Он еле заметный. И с ним невозможно переборщить. Это я очень люблю. Я не люблю суперпигментированные продукты. Именно румяна, бронзеры. Я люблю как-то еле пигментированные, чтобы не переборщить. Вот так. Я вообще обожаю снимать собиралки. То есть я все равно крашусь. И я не могу просто краситься. Либо я крашусь и смотрю какой-то детектив, расследование про каких-то маньяков. Либо с кем-то должна болтать. В общем, сейчас я болтаю с вами. Если вы не против, я буду почаще для вас снимать такие собиралки. На улице погода обалденная. Уже чувствуется весна. Хочется уже снять куртки и ходить в маечках. Вообще зима в этом году была теплая. Мне надо обязательно на коррекцию бровей. В смысле не перманент, а просто чтобы мне повыщипывали. Некоторые меня спрашивают. Айка, почему ты перестала делать губы, всякие инъекции? Потому что все-таки у всех инъекций есть побочные эффекты в любом случае. Всякое бывает. Иногда смотрю, у девчонок там гель мигрирует в губу. Типа образуются такие гиалуроновые усики. Это смотрится не очень. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что мода на весь этот тюнинг потихоньку проходит. То есть сейчас звезды такие, какие они есть. Хотя у них есть бабки на все это. Например, Клава Кока. Она индивидуальность. Она не такая, как все. Конечно, не зарекайся. Возможно, я сейчас так говорю, а через неделю пойду сделаю опять губы. Но в любом случае, если даже я это буду делать, я буду стараться максимально просто натурально делать. Взгляды на жизнь, вообще взгляды на какие-то вещи у меня настолько быстро меняются, что это нечто. То есть сейчас я, например, рада, что я не сделала нос. Потому что у нас плюс-минус всем делают одинаковые носы. И даже невооруженным глазом, когда я вижу человека, я понимаю, она сделала нос. И еще у меня парень очень против, он боится, что со мной что-то произойдет, что-то пойдет не так. Вот. Но я как бы не очень боюсь каких-то вмешательств. Я боюсь именно, что результат мне не понравится. Мне кажется, любые изменения во внешности вмешательства, особенно которые прям ярко бросаются в глаза, добавляют возраст. Мне кажется, после того, как я сделала брови, на мой взгляд, опять же, напишите в комментариях, что думаете вы, мне кажется, мне плюс 5 лет добавилось. То есть я выгляжу чуток постарше. Но не критично, ничего страшного. Но если я буду все переделывать, ничем хорошим это не закончится. Рукожопая. Я думала, разбились. Нет, слава богу, не разбились. В общем, беру эту палетку от Revolution. Здесь супер пигментированные тени. Можно сделать какие-то яркие макияжи в красных цветах. Вот такой макияж у меня получился. На камере села зарядка, поэтому пришлось заделывать одной, без вас. Но зато я зарядила камеру. Волосы феном я не сушила, просто расчесала. И вот такие у меня натуральные волосы. Они очень послушные. Когда я делаю кудряшки, у меня все держится просто супер. Особо выпрямлять не надо. Но если выпрямишь, то тоже будет классно держаться. В этом плане мне очень повезло. Кстати, моей маме из моего последнего заказа с сайта Shane не понравилась только вот эта юбка. Она говорит себе, она не по возрасту. Это юбка на 8-летнего ребенка. Я вам скажу так, мне она очень нравится. А больше всего мне нравится то, что в талии она сидит идеально. Если у вас тоже такая же проблема, как у меня. У меня, например, вечно в талии болтается. То есть бедра нормально, а в талии всегда велико. Вот как раз таки для таких девочек эта юбка подойдет просто идеально. У меня размер XS. Вот я сейчас думаю, может быть, эту юбку замиксовать с этим моим любимым боди, который я ношу почти всегда. Мне часто в комментариях пишут, Айка, у тебя столько одежды, а ты носишь почти одно и то же. Хочется мне надеть это боди. Не знаю, как вам. Извиняюсь за бардак на моих полках. Но мне больше нравится вот так. С этим боди смотрится не очень. А так то, что надо. Просто с коротким рукавом зимой. Не знаю, будет ли мне холодно. Обязательно вам показываю, чтобы вы потом мне написали. Фу, безвкусица! Как так можно ходить? Господи! И решила дополнить свой образ вот этими сережками новыми золотыми. Они мне очень нравятся. И тем более их я никуда не гоняла. Поэтому сегодня надену. Самое сложное это снять сережки от Sunlight. У них обалденная просто застежка. Несмотря на то, что здесь всего полтора грамма. Они такие прочные. Посмотрите. Идеально просто. Лучшие сережки, которые я как дали. Все, мы уже вышли из дома. Кстати, мам, мне здесь в комментариях пишут, что зачем ты обижаешь свою маму, называешь ее Копатыча. Мама говорит, я Савунья, а не Копатыча. Ей нравится, ребят. А еще у мамы такая аллергическая реакция или что это. Напишите в комментариях, пожалуйста. Мама, когда на улицу выходит, у нее почему-то слезы, глаза слезят. Особенно, когда есть ветер. Вот. И, в общем, идем с мамой. И у мамы немножко слезы. И мы встречаем нашу соседку. И она с таким, знаете, ошарашенным взглядом смотрит на маму. И такая, думаю, почему она, интересно, плачет. Я говорю, маме, хотя бы вытри слезы, люди не поймут. Подумают, я тебя тут довожу до слез, бедную. Мы с мамочкой уже на месте. Пришли вот сюда. Мне здесь очень нравятся вафельки. Они особенно вкусные. Вот такое у них меню. Но мы как всегда будем заказывать одно и то же. Хотя, если, мам, хочешь, возьми что-то другое. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Как здесь жарко, как жарко на улице. Надо было надеть первую вот эту бежевую маечку. И кайфовать сидеть. Нам хорошо, что открыли окошко. И мы прям сидим около окна. Но все равно жарко. Уже надо переходить на осеннюю куртку. А я собираюсь поэту купить. Причем покажу, что там. Выбираю между чем и чем. Просто скидки сейчас такие до 70%. Цены очень хорошие. Можно даже купить и оставить на следующий год. Мама уже разрезает наши любимые вафельки. Посмотрите на ее кольцо. Красивое. Сережки, кольцо, маникюр. Все производство Алька Эмили. Да. Вот такая обстановка. Здесь немножко вот так открыли окошком. Такой ветерок туит. Приятный. Кайф. Такая обстановка здесь прям приятная. Люди туда-сюда идут. Все куда-то спешат. И только мы бездельники. Я маме говорю, что давай тебе тоже что-то выберем. Какую-то куртку. Мама говорит, не хочу. Ей ничего не нравится. То, что на нее подходит, ей не нравится. Модельки, которые ей нравятся, на нее нет. Либо ей не нравится, как сидит. В общем, уже сколько воюем. Ребят, у кого, возможно, кто живет... Возможно, кто-то живет тоже в Азербайджане. И вы знаете, какие-то магазины с большими размерами. И где есть хорошие куртки. Кому не сложно, у кого есть время. Покидайте, пожалуйста, мне в Инстаграме. Мы съездим, посмотрим, что-то хотим купить. Даже не обязательно именно пальто, куртку. Можно что-то на весну. Но чтобы моя мамочка оценила. Я нашла то, что я искала. Вот это пальто. Идеально подходила мне по всем параметрам, которые я искала. Но, к сожалению, не было размера. Размеры были вот таких вот вариантов. Как вы видите, здесь очень неаккуратно, некачественно сделаны пуговицы. Да и вообще моделька мне совершенно не нравится. Но скидки, правда, конечно, радуют. Но надо учитывать тот момент, что маленьких размеров нигде абсолютно нет. Остались везде L, XL. То есть, если вы носите эти размеры, то вы спокойно себе на скидках найдете очень крутое пальто. А что касается таких девочек, как я, то навряд ли. Потому что пройдя около 15-20 магазинов, нигде и не нашла маленькие размеры. Очень даже печально. Были вот такие вот варианты. Но я подобное не хочу. Но я нашла очень интересные головные уборы. Мне очень понравилась вот такая беретка. Беретка, да, она правильно называется. Ну, в общем, мне она очень понравилась. Но я ее брать не стала, потому что не под что. У меня нету такого лука, который можно дополнить этой береткой. Мне уже девчонки начали писать в инстаграме, что почему Айка перестала указывать цену в рублях. Дело в том, что сейчас курс очень сильно скачет. И я просто не знаю, по какому курсу вам переводить. Утром один курс, вечером совершенно другой. Поэтому я думаю, что удобнее для нас, для всех будет указывать в долларах, пока все не стабилизируется. Очень мне понравилось это пальто. И опять, к сожалению, размер большой. Вот номер один. Купили маме вот такую кофту. Вот такие вот брючки. Стала она стиляга просто. Правда, это все дело надо погладить. Но у меня неохота ждать. Я хочу сразу вам показать два вот таких вот жакета. Этот, кстати, у нас был просто за скандалом. Мама хотела взять только вот этот. Я ей сказала, что нет, берем и этот. Мне очень понравились эти пуговицы. Они смотрятся невероятно круто. Вот, поэтому взяли два цвета. Прям на кассе у нас была драка. Мама говорит, достаточно одного. Одного жакета. Я говорю, нет, надо взять два. И лот номер три. Продано. Шикарно просто. Пошли за паль... Ходили за пальтом для меня. Купили маме гардероб. Вот. Но, если честно, это я сама настаивала. Потому что, действительно, у мамы очень мало одежды. Она очень капризная в этом плане. Но, наконец-то, хоть что-то нашли. Что-то купили. А то мама постоянно в одном и том же. Я с ней ругаюсь по этому поводу. Стараюсь как-то поменять ее. Обычно мы, девчонки, любим одеться. Не знаю, сумочки, рюречки, бантики. Я говорю, маме, я покупаю за собственные деньги. Что тебе еще надо? Даже продавщица сказала. Берите. Что вы стоите? Берите все. Ребенок оплачивает. Классно же. Правда, жакет не глаженный пока что. Но выглядит вот так. Очень даже скрадывает мамочку. Сильно помято, конечно, но ничего. Повернись, мама. Лот номер четыре. Но мама не хотела брать этот жакет. У нас был на кассе скандал, драка. Прям уж драк. Она спрятала этот жакет, пока я искала деньги и карточку. Прикиньте, как так можно? Ну, вот идеально. У женщин должно быть под все одежда. Ну, одинаковые зачем? Ну, как одинаковые? Они разных цветов. Ты о чем говоришь? Вообще по-другому смотрится. Вид у меня, конечно, не очень свежий. Но я хочу немножко подправить макияж. И сесть снимать для вас видео распаковочка шейн. Потому что у меня два влога, которых я не могу выложить. Потому что там как раз такие эти вещи. А мне надо сначала снять распаковку. А потом уже носить эти вещи. Но все вещи, кстати, я постирала. И они отлично прошли стирку. Погладила. Вот ношу. Мне очень нравится. Кстати, эту юбку у меня спросили три раза. Вот вы не поверите. В трех разных магазинах у меня спросили, где я купила эту юбку. Вот абсолютно искренне вам говорю. В последнем магазине я даже там... Девушка скачала приложение Шейн. Я ей показала свой канал. Ну, как девушка. Ей было 36 лет. Она выглядела где-то на 25. Настолько классно выглядела. В таком коротком черном платье. Была на каблуках. Такая стиляга. Ну, в общем, я сейчас подправлю макияж. И сяду снимать видео. Хотя поздно уже. Мама говорит. Да ладно, ложись спать, завтра снимешь. Нет. Сегодня для себя купила вот такую флешку на 16 гигабайт. Она с переходником. И такие флешки я меняю раз где-то в 3 месяца. Покупаю новые. У меня сейчас в использовании 3 штуки. И где-то через 4 месяца они портятся. И я покупаю новые. Стоила такая 10 монат. Когда вечером для вас снимаю видео, обязательно использую Ring Light. Правда, немножко убавлю. Самое главное в кадре порядок. А за кадром оп. Вот что. Не знаю. Твиксик, солнышко, что ты в углу сидишь, а? Кто тебя обидел, мамина ладость? Мамина сладость? Мамин персик? Мамина счастье? Съес тебе мама всего с усиками? И вот так вот за кадром выглядит процесс создания для вас ролика. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всех люблю. Пока.